Делать качественно, быстро и для себя территориальное общественное самоуправление или сокращенно ТОСы сегодня набирает популярность по всей стране. Жители одного дома или микрорайона объединяются, чтобы облагородить территорию, организовать вывоз мусора или подвести коммуникации. Зачем ТОСы на Ринмарцем и насколько они эффективны, смотрите далее. Поселок Мирный занимает одно из первых мест среди микрорайонов города по вывозу мусора. Достичь такого результата удалось благодаря работе старосты и инициативной группы. Несколько человек прошлись по домам и оповестили людей о необходимости заключить договоры на вывоз мусора. Так была решена проблема чистоты района. Наша цель вообще объединить, во-первых, жителей поселка Мирного посредством ТОСа. Ну и, конечно же, применять те рычаги, которые дает ТОС для того, чтобы сделать поселок лучше. Например, мы хотим сейчас подаваться на конкурс грантов для того, чтобы сделать спортивную площадку. И более того, будем делать детскую площадку с конструкциями. Как некоммерческая организация, территориальное самоуправление может участвовать в конкурсах и грантах. Но покупать площадку на эти средства ребята не собираются. Ее стоимость уже заложена в бюджете города. ТОС лишь поможет ускорить установку оборудования. Просто на сегодняшний день, например, у нас очень небольшие средства предусмотрены на снос домов в городе. И для того, чтобы сэкономить, мы просто дом разберем на дрова для бани, у которых здесь большинство. Организуем этот процесс и вывезем мусор быстрее. Подготовим площадку для строительства. А дальше уже в следующий этап включается город и делает со своей стороны детскую площадку. О роли ТОСов в округе говорили давно и регулярно. В прошлом году городские депутаты предложили окружному собранию принять закон о ТОСах, где бы можно было прописать финансовую поддержку социально значимых объединений. В парламентарии предложение отклонили. Один из аргументов отказа – дублирование полномочий муниципалитета. У нас же ТОСы востребованы в основном в частном секторе. Вот да. Понимаете? Вот различия, да? А почему в частном секторе? Да потому что людям надоело, когда у них не чистят дороги. Когда у них там, ну извините меня, плиты вот так вот стоят. Или вообще нет плит. Да, или вообще нет плит. Понимаете? Несколько другая задача. Вот те проблемы, которые люди хотят решить с помощью ТОСов, они по большому счету должны решаться органами местного управления города. Но желание людей улучшать условия проживания законодатели все же поддержали. Закон о ТОСах был принят на последней сессии, 5 марта. Согласно ему, ТОСы смогут получить государственную поддержку в виде организационной, информационной и методической консультации. Что касается финансов, ТОСы наравне с другими некоммерческими организациями могут участвовать в конкурсах и грантах. Мы уже внесли бюджет отдельной строчкой в этой программу НКО поддержка ТОСов. А там какие суммы пока? Суммы пока будут небольшие, но тем не менее социальной направленностью все некоммерческие организации будут участвовать в грантах. А ТОСы будут не среди них, а вот отдельная строчка будет проходить. Андрей Кисляков, председатель ТОСа в Малом Качгарте, тоже рассчитывает на консультационную и финансовую поддержки. В микрорайоне нет ни одной детской площадки, да и каждую весну топят практически все дома. Однако есть желание и поважнее – привести в порядок единственную дорогу. Мы подошли к самому тупику нашей дороги, поворот, который постоянно нам несет проблемы большие, особенно зимой. Вот сейчас на днях буквально трактор вычислил эту площадочку, и поворот стал более-менее нормальным. И зимой, когда заносит, здесь машины не могут проехать, пожарные вообще не могут прийти, потому что они не вписываются в поворот. Постоянно проблемы, машины застревают. Жители уже продумали, как выровнять дорогу и какие дома для этого нужно будет снести. Но без помощи специалистов-дорожников и администрации вопрос с места не сдвинется, ведь совместная работа всегда приносит больший результат. Валентина Чипичек, Вадим Носкин, Леонид Шишелов, Телеканал «Север». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова